Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию обо всех животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали. Если великие представители семейства куньих вроде Росомахи, Ласки и Горностая или, например, Бразильские Выдры, не собираются вымирать во многом благодаря своей безбашенности и кровожадности, то с нашим сегодняшним гостем, родственником вышеперечисленных монстров-убийц, ситуация иная. Кстати, ролики о представителях семейства куньих есть на канале. Я их отсортировала в отдельный плейлист, ибо заслужили. Солонгой или суслинник, он же забайкальский горный хорек, очень редкий, занесенный в Красную книгу, милый зверек, а может и не очень милый. Он один из представителей семейства куньих и имеет прописку в Центральной Азии, Монголии и Китае. Живет на Востоке Средней Азии, на юге Сибири и на юге Дальнего Востока. Суслинник, горный монстрик, потому что населяет в основном горные ландшафты со слабым развитием лесной растительности. Селится также в предгорные лесостепи и степи, избегает заболоченных низин, обитает в трещинах между камнями, в стволах деревьев или в заброшенных норах. Основным конкурентом солонгоя, постепенно вытесняющим его является колонок. Солонгой своим внешним видом, но не размером, схож с горностаем. Туловище солонгоя не такое аккуратное, в отличие от горностая, и его голова тоже будет немного побольше. У солонгоя пушистый хвост, длина хвоста превышает одну треть его тела. А если брать в учет волосики на конце, то хвост будет размером с половину тела. Мех длинный и пышный, в сравнении с горностаями. Ступни солонгоя в зимнее время покрывают густой пух. Длина самцов колеблется от 21 до 28 см с 10-15 хвостом, а вес от 250 до 370 грамм. Самки чуть меньше. Вес самок от 120 до 250 грамм. С виду милый маленький и пушистый зверек – это очень ловкий хищник под стать своим родственникам, который способен вести охоту на животных со значительно большими размерами, чем его собственные. Солонгои очень быстрые, у них хватки и лапы, и их добыча практически не имеет возможности спастись от неминуемой смерти. Название вида имеет монгольское происхождение и в переводе означает соболь, однако маленькие размеры и неприятный запах солонгоя к радости самого солонгоя стали причиной того, что животное не получило промышленного значения, в отличие от соболя. Охотиться хищник предпочитает в сумерках. Он ловит всевозможных крызунов, птиц и насекомых. Поедает также змей, моллюсков, лягушек, ящериц и змей. Усиленно охотится за пищухами и высокогорными полевками на вершинах гор и в особях скал. Добывает более крупных животных, кроликов, зайцев и даже ондатор. Если случается голодная зима, то зверек приближается к жилищу людей, ворует запасы мяса и рыбы, забирается в курятники, где душит птицу. При нападении он агрессивен и ловко защищается. Это отважный, настойчивый и ловкий зверек. Каждый день взрослому солонгою забайкальскому необходимо 45-50 г мяса. Но при этом они убивают больше живности, чем им нужно, откладывая консервы про запас и тут же забывая о них. Лапы у солонгоя очень короткие по сравнению с длиной тела, но это не мешает зверьку быстро бегать, ловко лазить по деревьям и плавать. С помощью острых когтей он мгновенно забирается на деревья в случае опасности. Этими когтями защищается, издавая устрашающие чирикающие звуки и выбрасывает секрет с неприятным запахом. Иногда такие действия действительно отпугивают хищников. В отличие от других представителей куньих, суслиник ведет активный образ жизни не только ночью, но и днем. Зверек пережидает непогоду вращениях скал и дуплых деревьев. Солонгой — это одиночное животное со своей территории. Однако сильные хищники колонок и горностай способны выжить его с участков. Естественными врагами суслиника также являются крупные хищные птицы, ястребы, филины, соколы и совы, но и немного об интимной жизни горного хорька. Половой диморфизм у Солонгоя Забайкальского проявляется в том, что самки немного уступают в размерах. В остальном же их внешние данные не отличаются. Брачный период у Забайкальского Солонгоя продолжается с января до апреля. В это время между взрослыми самцами начинаются частые драки, порой очень жестокие. Они активно борются за доступ на право лапки дамы. Однако после саития самец поритируется и предоставляет радости материнства одинокой Солонгояхи. Предположительность беременности у сильной и независимой самочки составляет от 30 до 50 дней, после чего на свет появляются 1-8 голых и слепых детенышей. Рождаются они в заранее построенных специальных гнездах, выстланных мехом убитых ранее грызунов и мягкой травой. Первые два месяца продолжается молочное вскармливание, а затем их переводят на мясную диету. Они становятся самостоятельными, но еще некоторое время живут вместе с матерью. Самцы получают паспорт в один год, а самки немного раньше, до 50-х годов прошлого века. Этот вид был обычным промысловым, но после численность начала уменьшаться. Добыча Солонгоя на территории Амурской области уменьшилась с 3000 в начале до 600 особей, а в последние годы и вовсе до нескольких десятков. Основной фактор, который обуславливает снижение численности Солонгоя — это нарушение естественной среды обитания. А как вы думаете, почему у всех животных семейство куньих настолько развит инстинкт убийства ради убийства? Зачем это было нужно в процессе эволюции? Пишите в комментах. Кстати, заодно прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. С вами был канал Животных Зуб. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok